Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий, и в этом выпуске мы с вами рассмотрим историю появления контроля кассовых машин и особенности конструкции современных экземпляров контроля кассовых машин. По действующему в России законодательству каждый человек, который работает с наличными денежными средствами, обязан иметь контроль кассовую машину. Конечно же, из этого правила тоже есть исключения, но сейчас подробности мы вдаваться не будем, потому что нас интересует история развития этих устройств и особенности конструкции большинства современных кассовых машин. Но по факту закон требует наличия у большинства предпринимателей, которые работают с наличностью контроля кассовой машины. Кассовые машины появились довольно давно, и основная цель контроля кассовой техники была в том, чтобы исключить какие-то возможные махинации или какие-то возможные недоразумения при работе с клиентами. Первая кассовая машина была изобретена предпринимателем, который занимался развитием барного дела. Это был такой некий циферблат, который располагался на станине, и когда в кассу поступали денежные средства, продавец, который одновременно являлся кассиром, поворачивал специальные стрелки, аналогично нашим обычным стрелочным часам, и вот эти вот стрелки обозначали количество денежных средств, которые размещены в кассе. Продавец, который работал на такой кассе, всегда мог перевести стрелки как назад, так и вперед, а еще и положить деньги или не положить деньги. И вот этот момент совершенно не поддавался контролю. Именно поэтому конструкция была доработана. Механизм был спрятан внутри специального корпуса. Корпус продавец открыть не мог. Это мог сделать только заведующий или, собственно, сам владелец этого бара, который смотрел их потом приходы и расходы денежных средств, и продавец практически не имел возможности управлять тем, что там находится. В дальнейшем эта конструкция была совершенствована и доработана. Появились кассовые ленты. Кассовые ленты на тот момент представляли немножко детей ленты, которые мы сегодня привыкли видеть в наших супермаркетах, магазинах, а были, скажем, некоторым прототипом. Кассовая лента была спрятана в механической этой коробке. Механический же способ подсчета одновременно с тем, что выполнял действия по суммированию или изменению каких-то показателей, одновременно пропечатал на ленте информацию о совершенной операции. Параллельно с этим существовал и другой подход к формированию контрольно-кассовой машины, который отличался принципиальным образом от того, что мы привыкли видеть сейчас. Кассир, получивший денежку, вносил денежку в кассу, а одновременно должен был бросать в кассу специальные шары с указанием денежного эквивалента. Таким образом, если кассир получил 5 долларов, он бросал шарик эквивалентом 5 долларов. Когда кассовая техника развивалась, появилась фирма, которая вплотную занялась разработкой кассовых машин, разработала довольно дорогие кассовые машины и являлась прямым конкурентом всем другим компаниям, развивающимся на этом рынке. И она использовала вот эту вот кассовую машину с шариками как образец ненадежности. Возвращаясь к стандартным кассовым машинам, нужно отметить, что кассовая машина просуществовала довольно долгое время практически без изменений, и в таком виде механическая учета перешла и, собственно, в наше время. Но вернемся в эпоху Советского Союза. Начиналось все с того, что мы закупали механические кассы, это такие гигантские контрольно-кассовые машины, кимы так называемые. Это очень тяжелая механическая машина, где весь подсчет велся механическим образом. Если вспомнить механические калькуляторы или арифмометры, наверное, будет примерно понятно, как работала эта машина. Машина была оснащена ручкой, наборным полем, и вот когда кассир получал денежку, он пробивал на наборном поле какую-то циферку, проворащал ручку, механизм запускался в действие, параллельно выбивалась карточка, которая служила на тот момент кассовым чеком. Информация параллельно задосилась и в скрытую часть этого кассового аппарата, где велся дополнительный учет, дополнительная фиксация операции, и, собственно, вот так вот все это работало. Сама кассовая машина была довольно громоздкая, ее совершенно было невозможно поднять. Она издавала довольно интересный характерный звук, как вы даже помните, еще, может быть, из детства. И вот эта вот кассовая машина, в принципе, этот момент считалась довольно совершенной. Для того, чтобы кассовые чеки не подделывались, кассовая машина имела целый ряд букв, и эти буквы добавлялись к чеку, к номеру чека. Соответственно, когда начиналась смена в магазине, продавцы собирались и решали, что сегодня защитной буквой будет буква А. И покупатель, который хотел подделать чек, сделать этого не мог, потому что каждый день был новой буквенной цифр. И вот, собственно, если посмотреть на наборное поле старой контроля кассовой машины, вы видите там, во-первых, два ряда циферок, а во-вторых, буковки. Вот буковки как раз используются как способ простейшей защиты. А циферки, собственно, используются для того, чтобы на одном поле набирать рубли, а на другом поле набирать копейки. В такой форме кассовые машины просуществовали довольно долго, но, конечно же, от совершенства они были довольно далеки. Именно поэтому впоследствии эти кассовые машины переросли в электронно-механические кассовые машины, где большую часть операции выполнял не кассир, крутя ручку, а двигатель в автоматическом режиме. И такая контрольная кассовая машина существовала, в принципе, до появления электронных кассовых машин. Чем отличалась электронно-механическая кассовая машина? Да по большому счету ничем. Были модифицированы способы записи информации о операциях, на местной кассовой ленте. И были усовершенствованы способы взаимодействия механизма с электроникой. В такой форме контроля кассовые машины существовали довольно долго. Были заменены относительно недавно, если сравнить с нашим временем. И на смену пришли просто более совершенные машины, где были минимизированы размеры этих механизмов. Была полностью убрана механическая ручка для запуска механизма в работу. И была сделана ставка на большее количество электроники. Такая кассовая машина имела гораздо большее количество элементов защиты. У нее был целый набор ключей. Ключ для отмены операции, ключ для открытия денежного ящика, ключ для открытия механизма этой машины, ключ для замены ленты. И все строилось на том, что элементы подсчета и элементы какого-то введения отчетности были спрятаны как от покупателя, так и от продавца. Поскольку кассовая машина на тот момент сделали небольшой шаг вперед, и полностью электронно-механические машины были заменены электронными, где учет был упрощен, а сама машина была больше похожа на большой электронный калькулятор, была возможность записывать информацию про проделанные операции на специальном носителе на картридже с электронно-магнитной лентой. Вот эта вот кассета с электронной электронно-магнитной лентой потом сдавалась в налоговую инспекцию, и тем самым можно было проверить, какое количество операций сделано, соответствуют ли контрольные суммы одна другой, и, собственно, насколько честно, продавец отчитывается о выполненных операциях. Следующим шагом в развитии контроля калькуляторных машин было появление фискального накопителя. Что такое фискальный накопитель? Он, по сути дела, это носитель информации. Это носитель информации хранит информацию в зашифрованном виде, и доступ к этой информации имеет только проверяющий орган. Вот, собственно, у нас фискальный накопитель здесь есть. Как видите, это вот такое небольшое устройство, представляющее из себя нечто напоминающее флеш-карту. Сюда можно записать какое-то количество операций, здесь содержится память. Залезть на этот накопитель с помощью обычного компьютера, что-то удалить или изменить незаметно, в принципе, невозможно. И вот сейчас современная касса все работает с этими фискальными накопителями. Фискальный накопитель позволяет эту информацию хранить и передавать налоговую инспекцию вот в таком вот зашифрованном виде. И, собственно, практически полностью исключает варианты какого-либо взаимодействия продавца или предпринимателя с этой информацией. Помимо фискальных накопителей, современная контрольно-кассовая машина обладает и интерфейсом передачи данных. Как правило, это обычная сим-карта, которая вставляется в модем. И, собственно, она обеспечивает связь контрольно-кассовой машины с специальными серверами, например, с серверами налоговой инспекции. Помимо того, что информация у нас записывается на фискальном накопителе, она передается и в зашифрованном виде на специальные сервера инспекций. Современная контрольно-кассовая машина похожа больше на планшет или мобильный телефон, нежели на какую-то машину. Очень часто там используются сенсорные кнопки, и очень часто там используются встроенные интерфейсы связи и встроенные сим-карты. Касса сейчас бывает очень часто автономная, питается только от аккумуляторов. И, в принципе, если так подумать, то, несмотря на то, что принципиальный смысл этого устройства мало изменился, но вот это внешнее оформление, эргономика и удобство работы пользователя принципиально вышли на новый уровень. Почему кассир не обманывал контрольно-кассовую машину и, собственно, что ему мешало это сделать? Ну, самое ужасное, что кассовые машины обманывали и не было как таковых способов защиты от этого, особенно на ранних стадиях развития контрольно-кассовой техники. И если мы вернемся вот к этой машине, представляющейся от циферблат, то там, как я уже сказал, она, в принципе, была очень сильно подвержена каким-то вмешательствам извне. Дальше способы защиты появлялись какие-то более современные, когда механизм был защищен корпусом, кассир уже не мог просто так без каких-то зданий этого оборудования туда забраться, а в дальнейшем все усугублялось тем, что были кассовые ленты. А если вернуться опять в прошлое, то были такие интересные способы, пытались приучить покупателей к дополнительному контролю над совершением кассовых операций. Кассовая машина снабжалась кукушкой или звонком, и когда касса открывалась, продавец и покупатель слышали довольно неприятный сигнал. И вот этот сигнал, по их мнению, по мнению разработчиков, должен был каким-то образом заставить покупателя обратить внимание на то, что операция проведена без кассы. Чем это было выгодно для покупателя? Ну, все очень просто. Если у покупателя был контрольно-кассовый лист или чек, он всегда мог обратиться потом к какими-то претензиями и сказать, что вот я у вас что-то купил, а вот ладно, он не работает, или товар несоответствующего качества. Если такого чека не было, то, конечно, претензий предъявить было нельзя. Поэтому покупателю было в какой-то степени тоже выгодно, чтобы касса сработала. Теперь давайте посмотрим на конструкцию современной контрольно-кассовой машины с теми историческими данными, которые мы уже с вами сейчас услышали и выяснили, и посмотрим, собственно, какие характерные особенности есть у этой техники сегодня. У нас сейчас вот на столе есть не автономная контрольно-кассовая машина, еще бывают автономные контрольно-кассовые машины. Собственно, автономная кассовая машина это кассовая машина, которая может работать самодостаточно, полностью без какой-то дополнительной рабочей станции, то есть является современным, полноценным автономным устройством. А неавтономная контрольно-кассовая машина – это вот такое непонятное устройство, которое больше похоже на принтер. Итак, давайте рассмотрим конструкцию современной контрольно-кассовой машины. Вот на примере в данный момент неавтономной. Любая кассовая машина состоит из корпуса. Корпус может быть как защищенный, так и незащищенный, может быть водостойкий, может быть ориентирован для работы в специальных условиях. Всегда у У кассовой машины есть дисплей. Дисплей может быть такой простой циферно-буквенный, а может содержать в себе какую-то дополнительную информацию. Например, быть похожим на дисплей современного смартфона, выводить там всю информацию. У кассовой машины всегда есть какое-то количество кнопок для взаимодействия с мозгами этой кассовой машины. Здесь их очень мало. А на автономную кассовую машину у вас было бы целое наборное поле. Кнопки могут быть как механическими, так и полуэлектронными, могут быть сенсорными. В принципе, большой разницы здесь нет. Иногда это наборное поле защищено от попадания влаги и каких-то инородных тел. Иногда оно способно выдерживать различного рода удары, может работать при морозе. Иногда есть какие-то дополнительные интерфейсы внешние. Здесь у нас, конечно, ничего нет, к сожалению. Всегда в любой кассовой машине есть принтер чеков. Кстати говоря, сейчас уже чеки для некоторого вида платежей становятся необязательными, поэтому, возможно, в скором времени эта вещь отобрет, как и кукушка. На ранних кассовых аппаратах. Но пока эта часть обязательная, поэтому, в принципе, в большинстве случаев обязательная. Поэтому, в принципе, про это мы и говорим. Обратите внимание, что принтер чеков сейчас у нас термический. То есть мы не имеем никакого устройства типа красящей ленты или струйного принтера, или лазерного принтера, который печатают. Мы печатаем сразу на бумаге с помощью воздействия температуры. И это есть как в автономных, так и не в автономных кассовых аппаратах. Всегда, конечно же, в каждом кассовом аппарате есть механизмы, которые позволяют вот это вот все прокручивать, взаимодействовать, работать. Всегда есть основная управляющая плата или мозги кассовой машины. Она довольно примитивная, но основной ряд функций она умеет выполнять. Всегда есть интерфейсы связи. Здесь они тоже довольно примитивные. Но они есть. В автономных кассовых машинах есть еще интерфейс связи с сетью интернета. Это обычно модем с сим-картой или какой-то Wi-Fi-модуль. В каждой кассовой машине есть и фискальный накопитель. Фискальный накопитель – это, как мы уже сказали, вот такое устройство, позволяющее хранить данные о кассовых операциях в зашифрованной форме. Ну что еще можно рассказать про конструкцию контрольной кассовой машины? В принципе, в принципе, особых сложностей здесь никаких нету. Все довольно примитивно и просто. По сути дела, это калькулятор с возможностью распечатывать чеки. Ну, если говорить про современную автономную кассовую машину, это калькулятор с возможностью распечатывать чеки, но и выполнять какие-то определенные функции. Контрольная кассовая машина иногда очень легко интегрируется со специальными программами учета. Например, неавтономная кассовая машина вообще требует установки на рабочей станции. Специальных программ учета типа 1С или чего-то подобного. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск подходит к концу. В принципе, основную информацию про историю контроля кассовых машин и конструкцию современной и простейшей контроля кассовой машины мы постарались для вас изложить. Если вам что-то непонятно или остались какие-то вопросы, обязательно пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте писать свои отзывы, потому что ориентируясь на эти отзывы, мы можем как-то развивать наш контент в правильном направлении. Всем большое спасибо за внимание и всем пока!